Модификация как технического, так и технологического процессов сегодня позволила Брещене первой в республике отказаться от перекрестного субсидирования, что является прямым доказательством грамотно проводимой финансовой и кадровой политики, основным постулатом которой является ориентация на собственные силы и возможности и создание условий для максимальной самостоятельности. Безусловно, есть определенные сдвиги уже по области, по оптимизации структуры, которые уже дают на сегодняшний день свой и экономический эффект. Так, от проведенных оптимизаций и реструктуризаций организации ЖКХ области экономический эффект на 2014 год просчитывается в сумме 5,4 миллиарда рублей. Несмотря на определенные положительные моменты и в целом неплохую по сравнению с другими областями тенденцию в сфере оказания коммунальных услуг населению, некоторые проблемы и недочеты все же имеются. О них и шел предметный разговор. В Брестском регионе был выявлен ряд недостатков и нарушений, которые нельзя назвать критичными, но все вместе они серьезно усложняют работу и тормозят процесс модернизации и развития. Структура управления организациями отрасли в пределах области неоднородной, не в полной мере соответствует действующему законодательству и требует дальнейшей оптимизации. Несоответствие как штатной, так и фактической численности работников ЖКХ нормативны. Свидетельствует необходимость ее существенной корректировки в сторону уменьшения. В совокупности завышение нормативной численности работников, а также установленных норм времени на выполнение работ, проверками было выполнено до полутора раз такое завышение, создают условия для коррупционных проявлений и правонарушений. Решить все проблемы одномоментно получится вряд ли, но сегодня представители коммунальных служб области говорят не только о желании устранить недоработки, но и предлагают для этого реальные пути. А значит не может не быть и положительных результатов от проводимой как проверочной, так и коррекционной работы. Были выработаны ряд предложений, которые сформированы в отчет работы рабочей группы и данный отчет направлен на рассмотрение главы государства. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы получим резолюцию главы государства по нашему отчету, которая станет толчком для разработки и принятия ряда нормативных актов различного уровня, как на уровне главы государства, так и на уровне Совета министров, ну и ведомственных нормативно-правовых актов, которые будут направлены на совершенствование системы жилищно-коммунального хозяйства.